Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами решим довольно интересную электрическую задачу и создадим довольно простую, но при этом очень даже нужную самоделку. Сегодня мы создадим реле отложенного запуска. Где такое реле применяется? Ну, к примеру, у нас есть какая-нибудь система охранной сигнализации с ревуном или же даже с сигнальной лампочкой, и нам надо эту сигнализацию включить так, чтобы она не реагировала на нас, а через некоторое время сама спокойно запустилась и стала работать. Если мы будем располагать просто с помощью обыкновенного выключателя включения этой системы, то как только мы нажмем такую кнопку, наша система мгновенно активизируется, загорится тревожная лампочка и сигнализация сработает. Вот чтобы этого не произошло, мы будем реализовывать задачу, когда мы нажали всего лишь один раз кнопку. Прошло некоторое время, а дальше загорелась лампочка, включилась сигнализация, но не ревун, конечно, а включились датчики, регистрирующие нарушения. Такую задачу, конечно, можно решать по-разному. К примеру, можно запрограммировать контроллер Arduino так, чтобы на один из его портов путем нажатия кнопки поступал сигнал, некоторое время программа отрабатывала в холостом режиме или ждала некоторое время задержки, а потом через это время активизировался какой-нибудь порт, включался светодиодик или же подключалась система сигнализации. То есть да, написав небольшую программку и используя вот такую вот плату с чипом Arduino, можно все это легко сделать. Легко? Но тогда нам придется обеспечивать питанием и саму систему, и саму плату, а может мы сделаем что-нибудь немножко проще, тем более, что вот такие модули теперь под диким санкционным запретом и достать их уже не предоставляется возможным. Зато, зато есть другие, более интересные, более простые микросхемы. Вместо того, чтобы программировать Atmega или Arduino для такой простой задачи, мы можем использовать вот такую замечательную простенькую микросхему, которая похожа даже на K155LA3, но при этом имеет гораздо больший функционал, этот микроконтроллер с большими возможностями. Один из моих любимейших. Именно на нем мы сделаем нашу самоделку. Эта замечательная микросхема, это ISD18, в моем случае 20. Еще ее могут называть магнитофоном, диктофоном, усилителем и даже мегафоном. Да, все эти функции эта микросхема прекрасно выполняет, но мы ее используем по своему усмотрению. Действительно, есть ряд универсальных микросхем, с помощью которых вы можете реализовывать огромное количество самоделок, не особо утруждаясь. Давайте сделаем самоделку, а точнее решим нашу задачу так, чтобы при однократном нажатии наша система включалась или получала стартовый импульс через некоторое время. Рассмотрим схему и я покажу, как она будет работать. Сперва мы, конечно же, планируем все по чертежу. Я думаю, что найти распиновку микросхем ISD18 вы всегда можете в сети интернет, хотя я постараюсь, конечно, сейчас вывести на экран стандартную распиновку этой микросхемы, чтобы вы могли не заморачиваться, а сделать просто скриншот. Разумеется, то, что нарисовано на моей схеме со скриншотом, немножко никак не коррелирует, так там и не та самая система, о которой мы сегодня говорим. У меня реле задержки. Да, я нарисовал корпус микросхемы так, как мне удобно. У этой микросхемы, конечно же, есть вход и выход питания, ну а точнее туда, куда подсоединяется батарейка на плюс-минус. Также у этой микросхемы, конечно же, есть выходы. На эти выходы я поставлю сигнальные светодиоды для программирования и для реализации. Ну, то есть, когда мы запрограммируем эту микросхему на определенное время, светодиодик будет нам показывать, действительно сработал таймер или нет. Также у этой микросхемы есть парочка выводов, к которым можно подключить настраивающий резистор. Он будет задавать нам время. Между прочим, вот такой вот резистор очень удобно использовать для того, чтобы калибровать и настраивать наше устройство, нашу схему на нужный интервал времени, в течение которого будет микросхема задерживать пуск того, чего нам надо. Несмотря на небольшой вот такой вот корпус, данная микросхема, хотя и отличается от вот таких вот мудрых микроконтроллерных схем, содержит в себе помимо усилителя, магнитофона, содержит аналогово-цифровой преобразователь, ячейку памяти, про усилитель я уже говорил, тактовый генератор, ну и конечно же некоторые порты ввода-вывода, которыми мы и воспользуемся. Мы сделаем самый настоящий программируемый таймер или же программируемое реле задержки. Для того, чтобы реализовать программирование, я обеспечу к этой микросхеме подвод сигналов, ну во-первых тот сигнал, который будет запускать все это, это вот запуск, и конечно же сигнал, который задает этой микросхеме то же самое время задержки, которое можно регулировать и резистором, а можно программировать вручную. Правда в данном случае нам клавиатура не понадобится, хотя вот такие микросхемы вы можете встретить в контроллерах, имеющих некоторую клавиатуру. Сейчас покажу, вот он тот самый контроллер, у которого есть кнопки, с помощью которых можно эту микросхему программировать. Да, это типовой китайский модуль, который позволяет с помощью этой микросхемы и с помощью вот этого микрофона записывать звуки, звуки голоса, все что угодно, а вот сюда на эти два вывода. При нажатии кнопки play будет выходить звук, который мы записали в микрофон, но в нашем случае мы будем записывать не звуки, а программу управления временем. Вот тут клавиатура состоит из трех кнопок. Думаю, что я тоже смогу сделать такую же клавиатуру, правда использовать буду не штатные кнопки, а буду использовать кнопки допустим от компьютерной мышки. Эту часть ролика можно было бы назвать клавиатура из компьютерной мышки. В компьютерной мышке есть кнопки. Три этих кнопки я из компьютерной мышки выпаял, спаял вместе и конечно же припаял к той самой моей любимой микросхеме. У меня их несколько, я их очень люблю, я их использую. И вот у меня получилась такая трехкнопочная клавиатура. Хотя в принципе в моей схеме всего две кнопки и использовать я буду только вот эту и вот эту. Давайте снова обратимся ко схеме и я покажу где у меня что есть. Все как обычно. Вот микросхема, вот клавиатура из двух кнопок, использовать буду вот эту и вот эту. Вот выходы с двумя светодиодами индикаторными и эти светодиоды покажут нам длительность задаваемого периода или длительность задержки. А также вот этот подстроечный резистор, с помощью которого тоже можно регулировать время задержки исполнения этого реле отложенного пуска. Ну и конечно батарейка. Батарейка взята из старого вейпа, она заряжена. Ограничительные резисторы, как говорится, по вкусу. Этот резистор называется защитный. Он блокирует слишком сильный ток на микросхему, если вдруг вот этот резистор будет выкручен до упора. Этот резистор и этот резистор они служат для ограничения тока этих двух светодиодов. Светодиоды это и есть исполнительный элемент. Моя схема содержит два индикатора, один из которых это тот самый сигнализер, который включает внешнюю нагрузку, а другой показывает, что схема работает. При этом этот индикатор будет использоваться и во время программирования и конечно же во время исполнения команд. Программирование осуществляется всего лишь одной кнопкой. По условию как бы традиции эта кнопка будет красной, ну а эту кнопку мы сделаем беленькой, как раз они у меня отличаются. Ну что, время пришло, будем программировать. Что я сделаю? Я нажму эту кнопку и микросхема запомнит интервал времени, в течение которого она не будет включаться и не будет включать активную нагрузку после того, как я нажму вот эту кнопку. Давайте запишем программу. Я нажму пальцем вот эту красную кнопку. Загорелся синий светодиод. Я держу красную кнопку и записываю ту самую паузу отложенного пуска. Отпускаю. Теперь для того, чтобы программа сработала и реле сработало, мне достаточно один раз нажать эту белую кнопку. Загорелся желтый светодиод. Некоторое время он ждет и после того, как время истекло, вспыхивает синий светодиод и схема переходит в дежурный режим. Она отключается. Вот эта вспышка управляет внешним включением, то есть какой-нибудь триггер переключился и все. Давайте продемонстрирую. Так как долго ждать нам не интересно, я продемонстрирую возможности записи и программирования с помощью одной кнопки. Нажму ее кратко. А теперь нажмем беленькую кнопку и сразу же произошла вспышка, то есть время задержки было очень маленьким. Есть интересный эффект. Если я буду удерживать эту кнопку, мы получили вот такую замечательную типа программируемую мигалку. Давайте изменим период. Смотрите, постараюсь сделать короткие нажатия и смотрим, что получилось. А теперь я сделаю длительное нажатие и смотрим, что получается теперь. Желтый светодиод горит в дежурном режиме и по прошествии заданного интервала запрограммированного срабатывает синий светодиод. Причем длительность выдержек может быть очень большой. Давайте нажмем и будем держать. До упора, конечно, держать не буду. Нет смысла делать суточные реле задержки или даже часовые реле задержки. Достаточно хотя бы одной минуты для того, чтобы человек включил сигнализацию, покинул зону действия датчиков и спокойно как бы удалился. Все, двери закрыты. Система сейчас встанет на дежурный режим и встанет на охрану. Все, произошла вспышка синего светодиода, реле отложенного пуска сработало. Еще раз повторюсь, что все то же самое можно было реализовать и на Atmega, на Arduino, написав программу, залив скетч вместе со скотчем и было бы все точно так же. То есть система управляет, система реагирует и система охраняет. В данном случае я рекомендую использовать такое реле отложенного пуска для того, чтобы сделать охранную сигнализацию, которую вы включаете, уходя из гаража, из дома или еще откуда-нибудь. Микросхема ESD1820. По-моему, такую схему реле отложенного пуска пока еще никто не делал. Надо бы ее запатентовать. В общем, этими словами я свое ветто на использование и наложу. Шучу, конечно. Можете использовать, можете срисовать эту схему прямо отсюда с экрана или сделать скриншот и все у вас получится. Напомню еще раз. С помощью этой кнопки мы программируем в эту микросхему интервал и время ожидания. С помощью этой кнопки запускаем исполнение той самой программы, которая ждет. Во время исполнения программы горит желтый дежурный светодиод. Если он не загорелся, значит что-то неисправно. А в тот момент, когда нам надо что-то включить, происходит запускающий импульс синего светодиода и он включает какую-нибудь нагрузку. Включает вашу хитрую схему сигнализации, спутниковую, лазерную или еще какую-нибудь. Теперь давайте посмотрим, как реализуется управление временем задержки с помощью резистора. Даже если мы не будем, допустим, программировать эту микросхему с помощью этой кнопки. Будем изменять здесь сопротивление и посмотрим, как будет изменяться время реагирования схемы. Поехали! Запрограммируем небольшой щелчок, короткий. Он в таком виде. Видно, что очень маленькое время задержки. А теперь будем настраиваться резистором. Так мы уменьшаем время. А так растягиваем. Ну и, как вы понимаете, естественно, мы можем сделать очень большой интервал. Сейчас я покажу. Дадим вот такой интервал, запрограммировав его. Теперь мы видим, насколько долго происходит ожидание между вспышками. Но сейчас мы этот интервал еще увеличим. Попробуем дождаться, когда же произойдет вспышка. Проградуировать резистор можно минутами там, секундами, можно даже часами. В зависимости от того, какой резистор здесь будет, вы можете сделать задержку до получаса. Я это испытывал, но в ролике показывать задержку в полчаса, честно говоря, ну очень долго. Сейчас поверну еще движок и, наверное, до конца ролика мы не дождемся, когда же вспыхнет этот синий светодиод. То есть, с помощью вот этого регулятора я могу настраивать время отложенного пуска в очень большом диапазоне. Но дождемся мы или нет, когда он уже вспыхнет. А, кстати, палец я могу отпускать в тот момент, когда я запустил программу. Это я погорячился. Желтый светодиодик будет гореть после того, как я отпустил эту кнопку. То есть, тут релиз не работает. Работает всего лишь одно нажатие, больше жать не надо. После того, как один раз сработает эта система, микросхема отключится. Но об этом я, по-моему, уже рассказывал. Ну, сейчас последняя вспышка синего светодиода. И все. На этом я с вами попрощаюсь. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok